Иван Епишин с лесарем работает в 8 лет. Говорит, если бы дело не нравилось, давно бы уже занялся другим. А так, каждая авария и неполадка для него – лишь еще один повод почувствовать себя нужным. Особенно приятно рассказывает мастер, когда люди искренне благодарят, ведь результат его трудов всегда наглядный. Вот и за лопату взялся, чтобы скорее справиться со снежными сугробами на газонах. Теперь уже может сравнивать, чья работа сложнее. Я думаю, дворникам тяжелее работать, потому что постоянно на улице, на ветру, то есть холодно, снег все-таки тяжелый, вставать рано надо, чтобы почистить, пока люди пойдут на работу, чтобы было все чисто. На средники по уборке территории в этом ЖЭО уже выходили три раза. Как только разберутся со снегом, займутся уборкой прошлогодние листва и мусора. Причем энтузиазм у работников искренний. В 54-м и 56-м домах по улице Владимирской живут и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Облагородить территорию перед их окнами, рассказывает в ЖЭО, особенно почетно. В помощь дворникам сотрудники управляющих компаний выходят по всему городу. Им самим приятно, я думаю, выйти, как бы помочь дворникам, для того, чтобы, как говорится, работать в основном женщины. У нас будет помочь, я думаю, чисто из своих личных побуждений. Несмотря на усилия сотрудников ЖЭО, обычные горожане без работы тоже не останутся. И не обязательно ждать отмашки. Инвентарь в управляющих компаниях готовы предоставить хоть сегодня. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События. Анастасия Зубарева, Станислав Левин.